Всем привет! Я Ева Эльфи и сегодня у меня в гостях две мои замечательные коллеги. Это Баламур и Киоки Стар. Всем привет! Сегодня знаменательный день. У меня в гостях две девочки. Это суперинтересно, суперклассно. Мы собираемся смотреть тиктоки порнозвезд. И мы не знаем, что там будем. Мы не смотрели эти ролики. Мы будем оценивать прямо сейчас и прямо здесь. И надеюсь, что будет смешно. Моя команда подготовила нам тиктоки. Увидим, что там будет. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. А мы начинаем! Всем привет! Вы можете меня называть Баламур. Я порноактриса и вебкам-модель. Вы можете найти меня в твиттере, в инстаграме. На порнохабе. И еще я не смотрю тиктоки, так что это будет для меня интересный экспиренс. Всем привет! Меня зовут Киоки Стар. Я скажу о себе в двух словах. Это Chatterbait, Порнохаб, еще X-Videos, ManyVids, OnlyFans, Инстаграм. Короче, меня можно найти везде. Подписывайся на мой Инстаграм. Ссылка в описании. Там ты можешь найти ссылки на все мои сайты. Тебе понравятся. Наверняка вы уже знакомы с творчеством моих коллег. Видели их не один раз и не на одном сайте, конечно же. И наверняка вы на них подрачивали. Так что мы начинаем! Давайте возьмем ноут. Первый открываем тикток. Я не видела, девочки их тоже не видели. Так, эта вкладка, это, кажется, Лана Роудс. Папушкин готов. Ну это смешно, это реально прикольный тикток. Ну, я не вкурила, но это смешно. Я тоже не очень вкурила. Вроде бы я такая, а что там, карлик, ну ладно. А что он там делает? Ну, это просто смешной мем. Давайте идем дальше. О, я тоже хотела такой тикток смесить. Только у меня нет в тиктоке. Ну, это, кстати, популярная тема, когда я видела... Девушка переодевается. Да, у Ивлеева она часто такие разные наряды с разным переходом такими. Нифига у нее пресс, смотрите, вообще, да? Мне кажется, это не настоящий какой-то. Что бы она носила, если бы мы встречались? Фига себе. Я натуралка, но я прям... Прикольно, да? Тоже бы с ней застречивалась. Красивая дама. Пока девочки отошли подготовиться к нашей следующей рубрике, я решила позаниматься своими делами. И хочу ответить на пару сообщений, которые мне пришли в личку на сайте juliadates.com. Juliadates — это сайт знакомств, который подразумевает все типы отношений, начиная поиском второй половинки и заканчивая поиском партнера по сексу, спонсоров или содержанок. Ты сможешь найти партнера для секса или идеального кандидата для отношений среди более чем трех миллионов пользователей сервиса. В отличие от других многих сайтов знакомств, где много фейковых анкет девушек, здесь, на сайте juliadates.com, все девушки проходят обязательную верификацию. Неважно, кого ты ищешь, партнера на одну ночь, спутника всей жизни или просто приключений, все это ты можешь найти на сайте juliadates.com. Попробуй сразу, когда смотришь ролик, перейди по ссылке в описании. И удачных знакомств! Так, ну, а после того, как какой-то странный чувак купил мне выпить в баре? Не, она типа такая танцует просто. Знаете, для меня TikTok — это просто какие-то бессмысленные видео под музыку. Ну, типа под музыку такую качеву, где ты можешь просто. Ну, наверное, она здесь показывает жизнь. Потому что после того, как мне кто-нибудь купит, там, выпить в бар, я тоже пытаюсь смешаться с толпой. Это как красиво. И ухожу в толпу. Ну, это значит просто жизненная ситуация. Идем дальше. О, это же Джонни Синс. Я тоже хотела такой TikTok снять. Да. Ну, у тебя нет TikTok. Пора резаться. Джонни Синс. Я, как всегда, отстаю от трендов. Ну, чисто просто, потому что это Джонни Синс. Да. Он классный. Все, что делает Джонни Синс, классно. Ну, это не сказать, что смешно, но оригинально. Он просто секс. Да, да. Он просто секс. Просто секс в кадрах. О, опять Джонни Синс. Какое у него классное тело. Когда я скачала TikTok, я знаю, на кого я подпишусь. Я бы натерла его высину. В чем смысл? Когда бумер, миллениал одевается, типа, да, просто? Когда бумер одевается, когда миллениал одевается? Миллениал, типа... Ну, кто в какое время ты родился? Какой год? И когда... Сейчас будет. Кто такие миллениал? Миллениал. Одевается. Миллениал. А если ты зумер, то что тогда тебе делать? Все равно косить под бумера? Да. Да. Окей. Когда мне исполнилось 18, я приехала в Лос-Анджелес. Я знаю ее. Она классная. Я подписана на нее в Инстаграме, она постоянно курит траву, живет в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. А кто это? Это порноактриса американская. Я вообще не знаю американских порноактрис. Она реально молодая, ей 18... Я только знаю своих коллег. Ей 18 лет, да, она начала работать в порно. Выглядит на 30. Ну, ладно. Ну, у нее такая большая грудь и такое очень милое лицо. Она вот, вот, она была, наверное, вот такой. И когда она переехала в Америку, она стала блондинкой такой, с серебряными волосами. Очень круто, вот, смотрите на фотки. Ну, и до этого неплохо так выглядело. Вот, типа она снимала с Роли Ритм, Black. А, вот эту знаю девочку. Ну, Роли Ритм, конечно, все знают. Вот она. И у нее такая просто странная фигура. У нее грудь просто огромная, но при этом она не полненькая. Я в ТикТоке. Да, она не очень сияет. Я не знаю, кто это, но она прикольно сделала. Прикольный ТикТок. Ну, такой. Быстрый, залипательный. Нет, я когда открываю ТикТок, и я когда фоткаюсь в Инстаграм. Это правда. Жизнь. Смотрим дальше. Нифига себе. Вау. Все, сидит. Я тоже хочу докумить. И там, смотрите, кто-то еще сидит. Вы заметите, я даже не обращала на это внимание. Точит-то ноги. Какой-то голый человек сидит. Стандартный штат. Чисто снимаю себя, и парень на заднем фоне сидит такой голый. Оп, меня малкого. Че они все одно и то же под одну музыку делают? Кисточка. Типа я затарилась на Алиэкспрессе. Типа я затарилась на Алиэкспрессе. Hello. Вы обратите внимание на то, как она смотрит. Вот в каждом ее взгляде, вот что бы она ни делала, какую вот фигню бы она ни творила, вот взгляд у нее такой секс считается. Ну, я не знаю, это я вот вижу. Конечно, она заняла просто первое место, но не первое место. Она победила в номинации Blowjob Queen. Вместо меня. Сильно. Сучка. Ну да, она такая властная, не властная женщина. У меня, кстати, есть с ней фотка, мы были с ней вместе на Ибице, вместе были в Барселоне. У нас был совместный фотосет для фан-центра. Вот, она там была. Она такая очень милая, спокойная, такая, живет ненапряжной жизнью, может долго спать. Ну, такая немножко вальяжная, ленивая женщина. Можно посмотреть? Ну да, может себе позволить. Идем дальше. Я еще не насосала на такую жизнь. Это типа Игра престолов? Держу пари, сосет она лучше. Да, она сама об этом знает. В чем прикол вообще? Мердный расстраивается, что сосет лучше. В чем прикол этого видео? Она же не смешная. Вообще-то, это не музыка из «Властелина колец», или мне кажется? Не знаю. Я не смотрела «Властелина колец». Хотя, может, все, что дудишь в эту дудку, все как-нибудь из «Властелина колец», я не знаю. Возможно, да. Но потом просто такое делать, не видно лицо, такое «Ой, что-то я не умею играть». Мне только в этом смысл кажется, и все. Какого-то в кадр еще сделала. Это как кадр спорный, знаете, если вот так это врезать. Окей, мы идем дальше. Следующий ток у нас тоже меня мокрое. На взгляд, ну, посмотрите. Да, да, все. Я же так сделала этот взгляд. Я сначала подумала, что она идет себя спасать от коронавируса. Я тоже так подумала. Прикольно. Это прикольное видео. Это все то же самое? Мне, наверное, дорого стоит помыть машину. Да. Нормально вообще? Окей, это клевый видос. У меня мокрое. Знаете, даже если бы не было этого кусочка, было бы тоже классно. Ну, да, да. Вау. Вау. Мне кажется, чем-то на нее похоже. На вас такие волосы, одинаковые бровки. Ну, только волосы. Взгляд. Увы, я. Ты просто русская версия. Русская версия, не я мокрое. Я была бы очень рада. Я так, не минималка. Окей, идем дальше. Это последний тик-ток, который мы сможем. Но тоже меня мокрое. Она снимает тик-ток. Хотите ли вы присоединиться? Угу. Длинный тик-ток такой. Сейчас с кем-то не видим. Нормально. И никого нет рядом. 9-1-1-1. Окей. А знаете, в начале такой момент, как она смотрит тик-ток, и как мы смотрим ее тик-ток. Да. Я сначала хотела вас попросить, чтобы вы мне объяснили, в чем прикол, пока вот последнюю вот эту сцену не увидела. Причем она общалась с какой-то невидимой Кэрол. Да, да, да. Вот поэтому я думаю, я опять не в тренде, типа я не понимаю, что это означает. Ну, поэтому она звонила на 9-1-1. Сложно быть в тренде тик-тока очень. Мне кажется, ты какой-то абсурдный бред делаешь, и ты становишься популярным. Просто чем абсурднее, тем лучше. Вот и все. Теперь посмотрим мой тик-ток, я его недавно завела. У меня появилась такая идея, я приехала в Питер, заселилась в советскую квартиру, и там были, знаете, такие советские плакаты. И вот на этом видео советский плакат очень странный. Типа, когда краш спрашивает, какое у тебя хобби, обратите внимание на надпись. Лучших сосок нет и не было, готов сосать до старых лет. Ну вот, а там такой плакат, и я такая решила сделать. Когда краш спрашивает, какое у тебя хобби. Слушай, ты тик-токер. Я тик-токер, да. Что скажите? Картинк — современное искусство. Маяковский. Да, это типа... Эпоху коммунизма. И разносторонняя личность. Очень. И потом наслаждение такое. Ну, пока ролик набирает популярность, надо снять второй. Это просто немного грустный тик-ток. А вот это жизненно. Вот это жизненно. Да, и просто... А счёты в Питере, где говеная погода просто постояла. И этот дурацкий трек, который заедает, просто невозможно. Он охуенный. Вы его послушайте. Я его слушаю просто так всегда. Подписывайтесь на мой канал. Замутите челлендж, кстати говоря. Ставьте лайки и пишите комментарии. Мы посмотрели тик-токи порно-звёзд. Это было необычно. Не сказать, что это было смешно промочить, но это были тик-токи порно-звёзд. То, что имеем, то и смотрели. А пишите в комментарии, интересно ли вам посмотреть, как мы с девочками будем смотреть какие-нибудь долбанутые тик-токи. Такие очень популярные. Пишите в комментарии. Я погрязнее люблю, если что. Не забывайте ставить лайки, подписываться на девочек. Их ссылки вы найдёте в описании. Также ставим лайк, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Пока-пока.